ТОП 10 ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ БОЙЦАМ UFC ЗА 2016 ГОД БЕЗ УЧЁТА ПЕЙПЕРВЮ ДЕСЯТОЕ МЕСТО. МАРК ХАНТ. 930 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В 2016 ГОДУ ХАНТ ПРОВЁЛ ДВА БОЯ. На UFC Fight Night 85 в первом раунде нокаутировал Фрэнка Мира, а на UFC 200 единогласным решением проиграл Броку Леснеру. После чего у Марка случился конфликт с UFC, так как выяснилось, что Брок провалил допинг-тест. И якобы UFC, зная это, все равно позволили этому бою состояться. И теперь продолжение Хантам карьеры в UFC под большим вопросом. Девятое место. МАЙКЛ БИСПИНГ. 990 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ Биспинг провел три боя. На UFC Fight Night 84 единогласным решением победил Андерсена Сильву. На UFC 199 в первом раунде нокаутировал Люка Рокхолда. Став новым чемпионом UFC в среднем весе. И на UFC 204 защитил свой титул, единогласным решением победив Дэна Хендерсена. Восьмое место. Стипе Меочич. 1 миллион 75 тысяч долларов. Меочич провел три боя. На UFC 195 в первом раунде техническим нокаутом победил Андрея Орловского. На UFC 198 завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. В первом раунде нокаутировав Фабрисио Вердума. А на UFC 203 защитил свой титул, в первом раунде нокаутировав Алистара Оверима. Седьмое место. Робби Лоулер. 1 миллион 130 тысяч долларов. Лоулер провел два боя. Защитил свой титул чемпиона в полусреднем весе на UFC 195, победив раздельным решением Карлоса Кондита. И потерял пояс, проиграв нокаутом в первом раунде Тайрону Вудли на UFC 201. Шестое место. Андерсон Сильва. 1 миллион 285 тысяч долларов. Сильва провел два боя, проиграв единогласными решениями Майклу Биспенгу на UFC Fight Night 84 и Дэниелю Кармье на UFC 200. Пятое место. Дэн Хендерсон. 1 миллион 540 тысяч долларов. Хендерсон провел два боя. На UFC 199 во втором раунде нокаутировал Гектора Ломбарда. А на UFC 204 упустил возможность стать новым чемпионом UFC в среднем весе, проиграв единогласным решением Майклу Биспенгу, после чего завершил карьеру в ММА. Четвертое место. Алистар Оверем. 1 миллион 884 с половиной тысячи долларов. Оверем провел два боя. Победил Андрея Орловского техническим нокаутом во втором раунде на UFC Fight Night 87 и проиграл нокаутом в первом раунде Степе Меочичу в титульном поединке на UFC 203. Третье место. Брок Леснар. 2 миллиона 550 тысяч долларов. Спустя три года Леснар вернулся, чтобы выступить на турнире UFC 200, где его соперником стал Марк Хант, которого Брок победил единогласным решением, после чего провалил допинг-тест и был дисквалифицирован. Второе место. Нейт Диас. 2 миллиона 690 тысяч долларов. Диас провел два боя. На UFC 196 во втором раунде удушающим приемом победил Конора Макгрегора, а в реванше на UFC 202 проиграл ему решением большинства судей. Первое место. Конор Макгрегор. 4 миллиона 180 тысяч долларов. Макгрегор провел два боя и оба с Нейтом Диазом. На UFC 196 проиграл удушающим приемом во втором раунде. На UFC 202 победил решением большинства судей. А 12 ноября на UFC 205 Конора ждет бой за титул чемпиона UFC в легком весе против Эйдди Альвареза. Это был топ 10 официальных выплат бойцам UFC за 2016 год без учета Pay-Per-View.